Правозащитники поддерживают инициативу крымской журналистки Лили Буджуровой, которая оспаривает в суде незаконные действия сотрудников оккупационных спецслужб и призывает крымчан создавать как можно больше прецедентов. Напомним, журналистка подоложала бы в суд из-за недопуска к ней адвоката во время проведения обыска ФСБ в её доме 2 ноября. Обыск проводился в рамках уголовного дела в отношении бизнесмена Ленура Ислямова, владельца телеканала АТР, где ранее работала Буджурова. Рассмотрение дела в первой инстанции проиграно. Судья Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский жалобу отклонил. Суд, используя какую-то одному ему известную логику, отказался вызывать свидетелей, которые могли бы подтвердить, что адвокат добивался того, чтобы его впустили в помещение. Конечно, мы будем обжаловать это решение. Я не собираюсь смириться с таким условием, когда тебе права твои, либо законы, либо правосудия тебе даруются. А мне не даруются права. Мои права должны быть защищены законом. Сейчас закон меня не защитил, к сожалению. Адвокат Буджуровой также утверждает, что суд вынес решение, не изучив все обстоятельства дела. Однако останавливаться на этом решении суда Лиля Буджурова и ее защитник не намерены и продолжат борьбу. В ходе судебного процесса я заявил отвод судье. Я считаю, это не мотивированный. Этот отвод также был отклонен. Я благодарен судье только лишь за то, что он дал возможность в дальнейшем обжаловать это постановление, придать огласке данные незаконные действия следствия и получить окончательное решение уже у более высших судебных инстанций. Украинские правозащитники выступают в поддержку Лили Буджуровой. Они также призывают крымчан не бояться отстаивать свои права в судах, поскольку оспаривание незаконных действий сотрудников оккупационных спецслужб и полиции в Крыму крайне необходимо, учитывая то, что российское законодательство в условиях оккупации применяется на полуострове очень специфически. Я поддерживаю и считаю, что очень правильно делает Лиля Буджурова для оспаривания действий ФСБ на территории Автономной Республики Крым, поскольку важно подтверждать каждый факт нарушения. Во-первых, это важно для того, чтобы у ФСБ и у вообще оккупационной власти не возникло таких аргументов, что если бы мы нарушали, то вы бы могли бы это оспорить. Это беззаконие никогда не ведет ни к чему хорошему, и это не должно быть в таком хаотичном состоянии, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день в Крыму просто черная дыра в правовом поле. Там не соблюдает никто ни украинские нормы закона, ни российские нормы закона, там самодеятельность. Мнение украинских правозащитников разделяют и российские адвокаты, которые защищают крымчан, ставших фигурантами громких политических дел. Один из них – Александр Попков, защитник Геннадия Афанасьева. Адвокат уверяет, что бороться за свои права крымчанам необходимо, поскольку если действиям силовиков в Крыму ничего не противопоставлять, ситуация будет только усугубляться. Крым очень нас беспокоит, потому что вся вот эта практика крымская, она может перекинуться в Россию во все остальное. Они же видят, что так можно с людьми обращаться, и никакого противодействия. По мнению правозащитников, судебное противодействие оккупационным спецслужбам и силовикам необходимо и для фиксации персон, которые нарушают права крымчан, чтобы впоследствии никто не ушел от наказания. Продолжение следует...